Всем привет! Я Александр Свет и сегодня в PhaseOne представили Capture One Pro 11.1, первое серьезное обновление 11 версии программы. В Capture One Pro 11.1 разработчики добавили совершенно новый инструмент Normalize и улучшили работу со стилями в слоях. Кроме этого, в версии 11.1 вы найдете поддержку новых камер, набор бесплатных стилей, обновленные LCC и массу исправленных ошибок в работе. Давайте подробно обсудим все нововведения Capture One 11.1. Начнем конечно с нового инструмента Normalize. Принцип его работы выглядит очень интересно. Вы можете выбрать небольшой участок на фотографии, например на лице модели, скопировать его цвет и применить на аналогичный участок на другом кадре. Capture One сама изменит настройки экспозиции и баланса белого кадра так, чтобы выбранный участок стал максимально похож на образец. Хм, звучит знакомо? Все верно. Если вы давно работаете в Capture One, вы знаете, что очень похожую функцию выполняла вкладка Тон кожи инструмента баланса белого. В Capture One Pro 11.1 разработчики убрали эту вкладку, добавили коррекцию экспозиции и создали новый инструмент на его базе. Очень важно отметить, что Normalize позволяет задавать образец цвета вручную, меняя значение RGB или HSB. В теории все выглядит здорово, давайте посмотрим, как нормализация работает на практике. Начнем тест с этих портретных кадров, снятых в одинаковых условиях. Берем образец цвета и применяем его на другие фотографии. Как видите, с такими кадрами Normalize справляется отлично. Попробуем усложнить задачу Возьмем фотографии, снятые в совершенно разных условиях. Ну, для базовой коррекции неплохо. Вопрос тут скорее не к работе самого Normalize, а к тому, что он оперирует только экспозицией и балансом белого. Если вы хотите сделать похожими два разных кадра, этих инструментов явно недостаточно. Теперь потестируем Normalize на кадрах, где есть одинаковые объекты. Тут все хорошо, коррекция экспозиции и баланса белого работает как надо. В общем, не стоит ждать от нового инструмента чудес, но он поможет вам быстрее и проще делать базовую пакетную обработку. Вот несколько советов, как сделать работу с Normalize еще эффективнее. Во-первых, быстро переключайтесь между инструментами копирования и применения нормализации. Для этого достаточно зажать кнопку Alt, тогда выбранный инструмент Normalize изменится на противоположный. Во-вторых, Normalize поддерживает пресеты и самые удачные образцы. Тон кожи имеет смысл сохранить для будущих обработок. Кроме этого, вы можете скопировать цвет из любой фотографии, в том числе отжпек. То есть, если вам понравился какой-то кадр в интернете, вы всегда можете скопировать и сохранить образцы цвета из него. В целом, сейчас Normalize выглядит скорее как тестовая версия полноценного нового инструмента. При этом я вижу у него огромный потенциал. Представьте, как изменится работа с цветом, если включить в нормализацию цветовой редактор Color Editor. Вот тогда все сразу станет намного интереснее. Кстати, если вы хотите обновить вашу лицензию Capture One или приобрести новую лицензию, вы можете сэкономить 10% с этим кодом AMBC1BLOCK. Код действует также на версии для Sony. Второе важное обновление Capture One 11.1 – это создание слоев и стилей. Теперь можно применять стили к слоям прямо из инструмента стилей. Правый клик по стилю вызывает новое меню. Apply to Background – применить к фону. Применять стиль к основной фотографии, так же как это было и раньше. Apply to Selected Layer – применить к выбранному слою. Применять стиль к выбранному слою. Тут важно отметить, что это действие не создает маску на слое. Вам нужно нарисовать ее, чтобы увидеть эффект от стиля. Apply to New Layer – применить к новому слою. Создает новый заполненный слой и сразу применяет стиль к нему. Кстати, имя для нового слоя будет автоматически взято из стиля, что очень удобно. Таким образом, с выходом Capture One 11.1 использование стилей в слоях стало намного проще. В своей работе я использую стили из комплектов обработка под пленку. Это более 200 стилей, каждый из которых, используя все возможности Capture One, создает обработку стилизованную под определенную пленку. Просто скачайте 12 бесплатных стилей и поработайте с ними в слоях на своих кадрах. Это совершенно новый уровень обработки RAW. В Capture One Pro 11.1 появились две новые горячие клавиши для работы со слоями. Включить-выключить слой и перейти на фон. Отличное обновление, я очень часто получал вопрос о том, когда же разработчики добавят эти горячие клавиши. Еще одно приятное нововведение Capture One Pro 11.1 Бесплатный набор из 10 весенних стилей от Phase One, которые хорошо подойдут, например, свадебным фотографам. Также в Capture One Pro 11.1 обновили пресеты LCC. LCC, Lens Cast Calibration, это уникальный инструмент Capture One, для работы с которым вам необходимо использовать специальную пластину. LCC позволяет легко устранить матричную грязь и затемнение по периферии кадра, а также поправить искажения цвета. В Capture One Pro 11.1 теперь можно в пресет LCC сохранять информацию о профиле объектива и тилтшифт-коррекции. Также Capture One сама предложит, какой LCC-пресет лучше использовать для вашего кадра. Про LCC и все остальные возможности Capture One я рассказываю на живых классах. Это записанные уроки по Capture One, которые раскрывают все ключевые особенности программы. Вы можете посмотреть несколько уроков бесплатно из каждого класса, а после оплаты класса вы можете в любой момент смотреть его на сайте без каких-либо ограничений. Capture One Pro 11.1 – отличное обновление, которое дает еще больше стимулов для перехода на 11-ю версию Capture One. Если вы уже обновили лицензию, обязательно ставьте Capture One 11.1. Если вы только думаете о переходе с Capture One 9 или 10, обязательно переходите. Это действительно одно из лучших обновлений программы за все последние годы. Спасибо, что смотрели. Увидимся на будущих мастер-классах, курсах, уроках, стримах. Всем счастливо!